У них хорошо, повезло. С этой стороной АСИС за терроров и смотрим, что придумает АСИС. Карта у нас ДНЮК 7. Ясное дело, что террором играть сложнее. Видимо, что фриз у нас занимает ангар, смотрит улицу. Ну и пока небольшая неразближка у испанцев. Кто-то вот стреляется с рампами, кто-то стоит рядом с ними. Кто-то у нас на нуле. В общем, пока никаких таких особых действий мы не видим. Сейчас будет аркада, может быть, по рампам. И наконец-то решили, ребята, вывалиться под рампы. И там кто-то упрыгивает вниз. Дым, ничего не видно. Ушли у нас оба контраст рампов вниз. Это у нас Cyphex и Trace. И террора будет проходить под верхний плент, потому что неходим, проходят по улице. Соответственно, им очень удобно сделать сплит на верхний плент. Потому что сейчас никак удивится мейн. Вот вы видите, вырывает торпи, да, делает минус. Второй минус торпи, очень хорошо. Минус от дрифкинга. Ну, раунд, можно сказать, в руках уже. Неплохо получилось все у АСИС. Остается риттер, но в одиночку он уже сделать ничего не может. 1-0 в пользу испанцев. Тут немножко ошибка от того, что никто не смотрел мейн. То есть, нельзя было всем просто смотреть на девятку там или на будку. Нужно было хотя бы одному контролить мейн, потому что довольно очевидно, что кто-то там может выйти. Пока у нас отдачка у контров. У них с деньгами все крайне печально. Они будут делать один эко, может быть даже два. В зависимости от того, там будет поставлена ли бомба. Или, по-моему, хорошо набивать девайсов. Может быть даже возьмут, кто знает. Потому что, видите, тут есть вот такое вот смешное оружие у Госта. Такое вот смешное оружие у Виса. И, кто знает, оружие не самое. Вот тут что-то сжимать. Хотя вот сейчас Вису-то не мешает делать минус. Ну, тут все ясно. Не получилось сделать стартных минусов. Тут дальше уже с занятыми позициями, с бомбой на руках, спокойненько раунд возьмется. Так вот, пока у нас отдача, думаю, можно назовучить вам составы играющих команд. Итак, за Эйса сыграет у нас Рубен Гомес, под никнеймом Торпи, Антонио Макаро, под никнеймом Кристофер, Хави Кэсселс, под никнеймом Агуила, Айтор Фернандес, он же Сокер, и Николас Никита, или Никита, не знаю, он же Гост, Гости. Ну, в смысле, не Гости, в смысле, который в Гости ходит, а в Гости. То есть, Призрак и в конце еще Игрик. И состав команды Fnatic, это Микаэль Йоргенссон, он же Фрис, Мартин Хельт, он же Трейс, Денис Риттер, он же Риттер, Магнус Бартвель, он же Джокерн, и Андреас Хойслет, он же Ксайпекс, он же Курях. Такой вот, смешной никнейм для русскоязычной аудитории, потому что, действительно, читается как Курях, такое довольно смешное слово, но он Ксайпекс. То есть, девяточка, это троечка такая. Ну, в смысле, не троечка, а буква Е перевернутая просто. Такой вот модный, модный чувак, долгое время спорили, как его никнейм произносить, там, Ксипекс, там, Ксипакс, там, и так далее, ну, это Ксайпекс. Наконец-то у нас детективы все вычислили. 2-0, спокойно берется отдача, еще одна отдача у Контров, денег они себе не прибавили. Странно, вот у меня какие-то иконки расплываются на, вот видите, тут иконки пистолетов, иконки какие-то грант, что-то вот они плохо выглядят, хотя раньше все было хорошо. То есть, по-моему, дело, настрой графики у меня почти на минимуме, причем скоро я куплю себе карту захвата, и все будет нам вообще круто, так что ждите совсем скоро, может быть, в среду, может быть, в четверг. Сможете радоваться в очень хорошем качестве картинки, плавности, то есть вообще, там, у ШС у меня, к сожалению, ФПС не очень много, комп нормальный, но, наверное, надо его почистить, потому что он, в общем, лагает и так далее. Но, буквально через несколько дней все будет очень круто, просто немножко подождите. Лис у нас тут играет в крысу, Прако спокойно стоит на улице, ждет, вот его, наконец, добивают, 2-4. А отжаты гана трейса, и у Ритера пистолетик пытается он стреляться. И это 3-0 за испанцами, ждем и за кубочки от ФНАТИК, и потом, я думаю, что мы увидим раунд на ФТ-6 за ФНАТИК, потому что за контров, ребята, пистолет еще можно проиграть, но с ганами в руках за контров нужно, конечно, раунды как можно больше набирать. Фрис у нас с АВП, Фрис играет по никнеймам Форест Бэмби, Форест Бэмби, Джек Гарн, давно уже с таким никнеймом играет. Ну, вообще, он, когда как играет, иногда играет прям Фрис. Иногда вот Форест Бэмби, Джек Гарн, по-моему, некоторое время все очень путались, то есть написано же Форест, то есть еще так же написано, перечем. И все такие, а Форест, что он делает во ФНАТИК, как снова? Вот, но потом все привыкли. Смотрим, уходит у нас Фрис, нет, не уходит, прочекал он кого-то на скале, плюс там к нему подходит с улицы еще один чувак, видите, мы за красным ящиком идет он, и Форест, Форест, Фрис, я даже сам запутался. Фрис принимает решение пойти на девяточку, где гораздо спокойнее, где нету такой опасности. Фрис пытался поражать немножко рампы, никого там у нас не покоцал, там просто дым, естественно, по нему лес не стоит. Террор тоже не лезли, потому что когда выходишь из дыма, тебя очень хорошо видно, а ты, когда в дыму, ты вообще не видишь ничего. Вот, наконец-то проход под рампы, Фрис уходит вниз, Ксайпекс под девяткой, Фрис вообще на девяти, контролит улицу зачем-то, Джокер он уже внизу, и Риттер, Риттер на верхней пленте. Смотрим за трейсом, именно он у нас находится внизу, в тупой нычке в темке, и ребята идут именно к нему. Террес такой очень опытный игрок, он, наверное, как раз на таких позициях очень хорошо отыгрывает, то есть не то, чтобы он эймер, как Форест и там не трайд, вышел сделать пять голов, но вот позиционно, то есть там за какими-то ящиками, например, на Б, он там хорошо очень отыгрывал, то есть хорошо он перемещал, ну, по крайней мере, это был в 1.6, то есть, в 1.6 я запомнил его таким, а как у него в CSGO дела, я не знаю, но мы видим, что у Фнатиков дела в CSGO сейчас не очень. В этом раунде у них все сложилось нормально, раунд забрали, но в CSGO у них сейчас дела идут к хлайне, крайне плачевно. Они вот на AC Invite показывают, которая неплохую игру, у них там две победы, или сколько я говорил, одна. Давайте выточним. Нет, четыре победы, пардон, четыре победы, но они в середине таблицы и, ну, в общем, это крайне печальный результат. Вот для такого тега, как Фнатик, для таких людей, как Трейс, Фриз. Ребята были чемпионами недавно, а тут перешли и все. Слоу раунду из фанцев, пока они никуда не торопятся, открыт у нас скрип, и он дрифтинг контролит здесь все. Минус дрифтинг, решил он выйти на Аплэнт, тиммейтам помогают, немножко поздновато, торпи-размен. И два в четыре, два в три даже, два в три, контрри, ох, два в два, очень хорошо. Сейчас имеет реальный шанс взять раунд террора, тем более, что у Фриз АВП, он с ним не мобилен, здесь еще дым, не дым прошел. А Трейс сидит внизу, прямо рядом, прямо рядом с террорами. А флешки есть у Фриза, странно, что он их еще не дает, он пытается, видимо, найти кого-то, просто пока, да. Может позволить себе выйти на чек без флешек, потому что бомбы, бомба пока у нас не ставится. Видите, ребята специально пытаются кого-то найти здесь. 14, ой, минус виз, вот это, конечно, было ошибочек, наверное, от испанцев, наверное, нужно было, нужно было ставить бомбы. Ну вот, теперь один в один. 14 хп в Торпе, 19 секунд до конца раунда, бомба на руках, и Трейс сидит в кишке. Кто же кого перемудрит? Вот Торпе прочекал кишку, думает, где же он? Кишки нету, больше нигде он не высовывается. Ставится бомба, вылезает Трейс, и спокойно Торпе умирает, да. Какая-то такая ошибочка была от испанцев, стоило, мне кажется, поставить бомбу, то есть они были на пленте, но решили как-то, что, может быть, кто-то находится очень близко, и можно будет сейчас попробовать на этой паузе пройти немножко, посмотреть, может быть, кого-то убить, но не получилось, Фриз хорошо сработал с АВП, и в итоге это раунд за датчанами Фнатик. Риттер и Джокерн Сорсеры. Риттер точно Сорсер, на счет Джокерный я не уверен, но, по-моему, тоже Сорсер. Ну, а, соответственно, Фриз, Трейс и Ксайпекс, 1.6-теры. Просто Джокерн что-то знакомое, вот, что-то где-то я услышал, знаете, но, с другой стороны, я вот в Упорово не помню нигде, ни в одной датской топ-б-команде, поэтому, наверное, все-таки Сорсер. Трейс, как обычно на улице, контролит скалу, контролит непосредственно саму улицу, мы это тут уже, это самое видели. Ох, хорошо, слушайте, прямо так убил, неплохо. На моем экране он там уже пробежал куда-то террор, а тут, бац, попал. Мы тут видим проблемы с Интерпом, может быть, потому что Гоу ТВ просто задержка такая небольшая, на экране, думаю, у него все было хорошо. Дрифтинг у нас проходит по улице вниз, сейчас мы встретимся с Джокерным, и кто же поймает, значит, тайминг. Ну, все прочетли друг друга ребятам, теперь просто кто кого перестреляет. А, дрифтинг не понял, что Джокерн стоит именно там, думал, что он ушел вниз, и в итоге не успел быстренько прицел навести на голову. Остается последний Торпи, мы уже видели его в такой роли, минус неплохой в голову, и один в три, но тут без шанса, он заходит в спину, вот зашел уже Джокерн, и это третий раунд за Фнатиками. Причем не понятно, что Торпи не догадался, что к ним заходит свина, потому что убил же, убил же Джокерн там одного внутри, вот в отростке внизу, как бы должны были дать инфу, что есть человек внизу, и что он спокойно может выйти, соответственно, на улицу. Но тут, конечно, не разбериха была, один в три, сложно думать. Ну и вообще сложно что-то было сделать. Вот пока все по плану, как я и говорил, Фнатик набирает раунды, уже целых три раунда подряд, я говорил, вроде как раунды в 6-7 возьмут, потом, мне кажется, Эсис попробует переломить игру, и с нормальными ганами что-нибудь здесь сделают. Это будет вполне возможно на следующем закупе, то есть через раунд, ну на следующем, либо если проиграть ганы, то вот на том закупе, который будет после этого. Просто Эсис очень неплохие ребятки, мы видели игру с Virtus.pro совсем недавно, тоже то ли вчера, то ли позавчера, и, ну, если вы помните счет, вернее, если вы не помните, то я вам подскажу, счет был 16-14 в пользу ВП. То есть ребята из Испании очень и очень неплохие. То есть, может быть, на первый взгляд кажется, что они такие, знаете, мясные, последнее место там в группе, предпоследнее, но ребята играли там, не знаю, на Доримхаке Валенсии с НИПами в ничью, так что ребята не так простые, как кажутся. Просто, видимо, у них черная-черная полоса, чернейшая. Ну и в целом, как-то им все не везет, все плохо. По крайней мере, потенциал у них есть, мне кажется. Есть потенциал, чтобы выступать намного лучше, как минимум. Если не знаю, что топы там, топы, не знаю, там топ-6 мира, но они способны на больше явно, чем на предпоследнее место в группе Исин Вайт. Минус от Фриса, видимо, он там воюет в ангаре. Да, причем он занимал внешку. Не ожидали, видимо, террора, что обычно он смоет ангар, а тут бац, и внешка, ничего себе. И в меньшинстве у нас испанцы, кто-то на нуле, кто-то холодит под рампами. И давайте посмотрим за трейсом, именно он у нас стоит на рампах. Понимаем все это дело. Ему должен помогать Ксайпекс из-под девятки. Вот он, да. И дается флэш, смотрим за Ксайпексом. Сейчас Ксайпекс, что под этот флэш выходит, делает минуса. Еще одна флэш. Ну, где же истребление-то? Размен. И трейс ушел вниз. Решил не помогать его товарищу, там воюет наверху. Ксайпекс, а трейс такой, пойду-ка я по-добру позорваю отсюда подальше, вниз. И ушел. Террора принимает решение отойти обратно на верхний плент, на ноль. Но это слышит, потому что никто не перетянулся. Остались люди, вот, Джокер у нас на будке. Хорошая флэшка его ослепила. Минус, минус, Крис, минус, Риттер и трейс один в три. И вот так вот этот раунд очень быстро из не очень комфортного для эйсов перенулся в совершенно отличный раунд, который берется с панцами без всякого сомнения. 4-4. Масса улицы от эйсов. Как минимум трое здесь есть, да. Трое по улице, плюс один будет подсаживаться на скалу. Видимо, ребята не умеют запрыгивать сами. Даже странно. Форос там постоянно оп-оп, и все, и запрыгнул. Да и вообще многие сами запрыгать умеют. Ну вот, ребята, видимо, решили не тратить на это время, на тренировке этого, и просто подсаживать друг друга. Плюс остальные ушли с улицы, осталось только один виз. Нет, что, они как-то странно думают, то пойдем на улицу, потом обратно пошли, потом опять вернулись. И минус, Дриткинг. И минус, Торпе. Вот вам и поход на улицу. Нет, против Риза здесь, конечно, лучше не Сувата, плюс Аркада, бро, ой, как хорошо. Очень хороший тайминг Клою Триттер, его разменяли, но все равно он очень хорошо сделал здесь все. Терроры думают, что сейчас постоят на лекции, что-нибудь подумают, а тут бац, и просто Аркада с будки, которую никто не ожидал, и потеряем в количестве. 4 в 2. А тут еще по ВИСу, по-моему, попадает, или что у него тут, минус 7 хп. Ну, это один раунд, тут ничего не сделать, флешек нету, нет, флешки есть, но ребята решают им не пользоваться, и просто выйти с будки и умереть. Ну, даже не знаю, насколько оправданно это было. Если реально могли бы флешки хотя бы парочек откинуть, где было точно. Занимает Трис улицу, и после предыдущего раунда ЭСУ уже на улице не идут. Понятное дело, что там очень опасно, и они решили пойти вот тут под рампы, кто-то на нуле, но никакой улицы вообще, даже близко нету. А минус от дрифтинга неплохо, открывает раунд, Риттер отваливается на пленте. Риттер шел вниз, сейчас сбил каланки, 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 каланки. Продолжает контроль трампы, у него фамаз, и минус трейс. Немножко к тенере поддаются у нас контры, без размены, без всего, просто первый отдался, второй отдался. Минус от дрифтинга уже, по-моему, треть в этом раунде, и контрол просто избивает поодиночке. Остается у нас ксайпекс и джокерн, ксайпекс на верхнем пленте, минус, неплохо, и джокерн на нижнем. Два в четыре, в принципе, повоевать можно. Сейчас все зависит именно от контров. Ну, а терровка, все зависит, не ошибутся, не ошибутся. Вот двое залезают на девятку, ну, ой, как минус, минус гост, ну, теперь вдвоем, ну-ка, ксайпекс зажимает, ой, плохо, плохо зажимает, дает хае. Ну, минус, минус ксайпекс, к сожалению. Ой, еще выживает, что делает, а? Как так? Непонятно, просто под градом пуль упрыгивает за цистерны. Минус, еще дрифтинг, и два в два. Но нет, я уж было подумал, что сейчас будет просто невероятный, и... Эйсис проиграет раунд, но нет, Агзуидл ворвался, сделал минус два, и все хорошо. Все под контролем. Пять-пять. Я вангую примерно равную игру, потому что команда действительно примерно равного уровня. У обоих команд нет шанса выйти в плей-офф, и, то есть, мотивация у них тоже на одном уровне. Тут как-то... Ребята просто играют на принцип, нужно выигрывать. У них и так ситуации плохие. У обеих команд. У СС еще хуже, у Фнатик получше, но, как бы, толку все равно мало. Они в плей-офф не выйдут. У Фнатик, мне кажется, ситуация похуже в том плане, что она не давит их тег. Все-таки Фнатик, знаете, руководство, она посмотрит на проигрыш, 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 и как возьмет, да, сменит состав. И все. Такое не исключено. Потому что Фнатики должны быть в топе. Это, как бы, ну, всегда были, всегда есть, всегда будут. Врывает этот Сапекс по улице, и вот, минус один, и, наконец-то, получили инфу у нас. Дрифинг, разворот, минус, и 3 в 3. О, боже, минус, минус 2 в 2. Что делать в контре у нас? Просто пистолетов у нас убивают терроров, забирают ганы. Тут уже у них есть калаш, есть эмочка. 15 хипов Риса. И минус, минус от Риса, минус от Госта, и это 6-5 в пользу испанцев. Ну, и пристани Фнатики прекрасно понимают, что... Если кто-нибудь проигрыш, они, может быть, даже если не руководство, то они сами просто разбегутся. Ну, что-то они не выходят играть. Если Фриз там, Трейс, вот 1.6-3, ну, Ксайпекс окей, он с ними не играл. Трейс, Фриз, как бы, ребята старые, играют давно. Зная друг друга, Ксайпекс играл от команды пониже уровнем. И Риттер Джокер, мы привыкли, что если мы видим сорсеров, то, знаете, вот как-то, не знаю, какой-нибудь там Фифларн, Фрайберг, они у нас врываются и показывают очень хорошую игру, хороший результат. А вот что тут, Риттер Джокер, ничего особенного мы от них не видим. То есть, стандартная игра. Риттер вообще на последний месяц 5 на 9 фраков. Джокер 8 на 7. Ну, ничего особенного совершенно. Неужели в данных людей, которые играют лучше? Может быть, Колона им взять? Не знаю. Супер-мега известного Колона. Который где-то там в Логику сыграет или в какой-то такой команде, не помню название. Сейчас Джокер нальвется на чувака. Ой-ой-ой. Нет, все хорошо. Только проконтролил, сделал минус. Разменщики 3 в 4. Ставится бомба. Фриз уходит с ВВ по 9. Вот здесь волшебная флешка и фриз... Нет, тут вырыва не будет. Минус ксапекс и раунд за эс. Слушайте, 7-5. На самом деле это нет. Опять же, вроде была игра равная, но вот 7 раунд за терроров это уже очень неплохо. Я бы сказал, это хорошо на карте Денюк. И... Это вполне еще, может быть, и не конец. Сейчас тут неплохо очень фриз делает. Гост совершенно благоразумно уходит вниз, чтобы не умереть случайно и не дать раздифузить бомбу. Фриз это читает прекрасно и... Выбивает, соответственно, ган. Давайте посмотрим за ритером. У него интересный ган. У него... А, у трейса. У трейса и у ритера. Интересные ганы. Трейс у нас держит рампы. В принципе, можно раздать эту ган на рампах. То есть такой узкой довольно обстановки. Просто на выход давать в голову. Без разницы с чего. Ган, поближе встать. Велика, мне кажется, особо не получится. Вот трейс показывает себе пистолет, как бы говорит, что, ребята, у меня эко. Идите ко мне поближе. А потом бац, и... Задроговичка в голову. А где он в стрит? Ритер у нас на плейнте. Тоже прячется, чтобы кто-то подошел поближе. И, соответственно, ганта, в принципе, очень неплохой. Очень хорошо он дает в голову. Плюсы денег за него дается много. За убийство. Так что... Сплошные плюсы. Ну, сейчас, скорее всего, дым пройдет. И трейса увидит. И спокойно просто убьют. А может, нет. Все равно у нас уходит на ноль. Ритер занимает будку. Очень хорошо, причем, занимает. То есть тут с высоты в голову просто шикарно давать. И расстояние очень близкое. И не сразу его прочекают, наверное. Но, все-таки, это перетяжка под рампы. Давайте посмотрим за трейсом. У него позиция не очень хорошая. То есть никакой близости тут и речи не идет. Но вот сейчас он подбирается ближе. Ну-ка, ну. Ой, какие лаги. Минус два ушло делает трейс. Хорошо. Очень хорошо. То, о чем я говорил. Сейчас трейс уже себе и денег поднял. У него уже 1900 мини минус ритр. И трейс стоит на такой логичной позиции. Уходит. Вставит в другую логичную позицию. Но довольно опасную, правда. Пытается мотать головой. Услышать, где же враги. Потому что они там бегают сверху. Ты не понимаешь, что они хотят сделать. Просто бегают и бегают. И перетяжка на верхний плент. Ой, хорошо взрывает ксапекс. Минус, минус. И там 104 хп вис, а ему он не жилец. Он не жилец на этой карте. Это шестерый раунд за фнатиком. Молодцы, ребята. Рискнули. Тут трейс, конечно, просто браво. Шикарно сыграл на рампах. Минус 2. Из-за дробовика. Просто шик. Если бы не бы минуса, то... Раунд, скорее всего, таким не получился бы. Ну, вот снова у нас. Фнатик выкладывает небольшую инициативу. Сейчас должны у него брать два раунда подряд. Иначе будет, опять же, фейл. Ну, один раунд-то не возьмут точно. Он есть с отдачей. Причем отдача такая безнадежная. Глоки без... Ну, вот есть флешки. И виск дает флешки сверху. А Гуэл обрывается с одной флешкой на верхний плен. Просто у него под 250. Тыкать, тыкать, тыкать. Нет, не затыкал. Минуса от контров. И раунд за датчанами. 7-7. Плюс поставленная бомба. Уже неплохо. Там проник у нас дрифтинг вниз. Каким-то хитрым окольным путем. И поставил бомбочку. Чтобы было много денег на последний раунд. Денег, конечно, дали не особо много. Видимо, что у некоторых людей не хватает даже на... Нет. Вот, теперь все хорошо. Забыл, что сейчас денег прибавится. Мне показалось, что они уже прибавились. Да, деньги они все подняли хорошие. У всех калаши, у всех хорошая закупка. Смотрим, кто же нас закончит в первую половину с преимуществом. Вис у нас пытался пройти по улице. Что он там? Передумал? Нет, просто залез на... Крышу. Будет давать дым. Давать флешки. Давайте посмотрим повнимательнее. Как, что, куда полетит. Причем ребята стоят, ждут. Прямо у них, видимо, какой-то точно очень тайминг. Полетел одно, второе. И должен быть выход на верхний плейн. Да, скрипт. Довольно, то есть, стандартный выход. Без развода, без всего. Просто нужно не справляться с зажимом Агуйла. Врывается еще чувак задание тяжко. И го, зажимает. И раунд за Фнатик. 8-7. Все-таки ребята вырвали нужный раунд. И от смены сторон. Видно по игре, что ребята действительно уровня не такого, как в Ниппле Ври Геймс. Потому что, когда мы смотрим играть этих двух команд, там в Ниппле Ври Геймс, или там, допустим, не знаю, ЕСЦ, ВП, не знаю, кого еще тут отнести, кто еще хорошо стреляет. Ну, может быть, там Айди Джибинэн, бывшие. Детели хорошие игроки там. Вот, то прям люди врываются, и там раз голова, два голова, там три голова. То есть ребята просто, а здесь какие-то зажимы, знаете, зажал что-то, и второй в нее стреляет, там что-то патроны кончили, достал пистолет, там, выпустил еще полобоймы, там. То есть видно, что ребята играют похуже. Хотя обычная разница, если играет равная команда, она не видна. Но здесь разница в скилле видна. Нужно больше играть. Нужно больше золота. Смотрим на первый раунд от Кнатик. Есть раскидочку у Риттера. Давайте посмотрим, он должен пойти на... Нет, не пошел на крышу. А, тут ребята просто открываются по улице. Ребята открываются по улице, причем даже без дыма под... Нет, вот он дым. Что ли, где дым-то? Нет, нет, без дыма, просто вот без дыма, и поэтому есть минус. Должны были минусовать. Ой, Торпо неудачно пропрыгнул. Видимо, не дали им инфу, что они уже прошли, поэтому он просто вот сейчас, да, отдался. Отдался на халяву. Выпрыгнул такой. Ой, там же... Привет, ребята. И тут все. Минус. Минус Торпо. Разменщик Атриса. Минус 0 Джокер на 3 в 4. Ребята, на межестве. Кнатике ставится бомба. Сейчас Трейс. Трейс заходит в спину. Если успеет... Если успеет Мартин Хель сейчас зайти в спину. Да, успевает. Минус 1 есть. Вот, появилась инфа у Контров. Слышит Трейс одного. Пытается. Нет. Все хорошо. И вот Трейс наказывает. И 2 в 3. Бомба стоит. Один за цистерной прячется. Нет, не получается. Ксайбекс. 1 в 3. Минус 1. Ай, наказывает, наказывает в спину. И... К сожалению, Ксайбекс не тащит раунд. Не делает клатч. Раунд за Асис. Это 8. 8. Причем, вот я сейчас смотрю... Процентное соотношение, кто на кого ставил в этом матче. 93,5% поставили на Фнатик. 6,26% поставили на Асис. И 0,23% поставили на ничью, которая, в принципе, здесь быть не может. Потому что тут играется овертайм. Забавные эти 0,23%. А у нас, тем временем, врыв на верхний плент. Отдаются Фнатик. Без особых... Вещей. Просто спокойно выдаются топорно. Выходят, отдаются. И раунд за Асис уже они. Выходят вперед. 9,8%. И причем, учитывая, что они играют за сторону, за которую комфортно играть, за которую удобно делать раунды. За которую обычно берется больше раундов. Мне кажется, что сейчас Асис могут и подтащить эту игру. Причем без особых больших проблем. Конечно, поживем и видим, но... Как вы знаете, ванг из меня очень хороший. Вижу, я раскидочку у Фнатиков. Очень хорошая. У всех что-то есть. Ох, прилетает жоким на хаёшке. Аркад от Асис. Мне кажется, они зря это сделали. Ну что? У них неплохие минуса есть, но вот как-то... Так про Аркадии слишком просто. Как будто, знаете, у Фнатиков отдача. А у Фнатиков-то не отдача ни разу. У них тут калашики, у них тут раскидочку. У них вообще шикарно все с деньгами. Но, тем не менее, это работает. Два минуса ребята сделали. И сейчас... Еще очень костный риттер. В общем, очень все плохо у Фнатиков. В этом раунде нет, джокер минус 2. Врывается риттер, его минусуют 3 в 2. Еще джокер минус, да, 2 хп у него было. Остается последний ксайпекс. Тоже не жилет, его находят в отростке. И это 10-8 в пользу Асис. Экономический раунд у Фнатиков. Нет денег с лифтной рампы. Тут у нас Айгуэла, тут у нас Госта. Вот они принимают. Госта встречает. Минус Агуэла, между прочим. Просто отпадает от Глока без размена, без всего. Да, это печаль, конечно. Вы сами это видели. Чувак просто зажимается в чувака с Глоком и умирает. Остается дрифтинг, остается торпинг. 2 в 4. Вот это была, конечно, печалька. В предыдущем раунде они так хорошо с Аркадьей и Фнатиков. А, видимо, они даже не ожидали этого. А тут просто берут на халяву и дают им раунд. Ну, я не знаю. Ребят, отдача была. Теперь уже они не жилицы. Вот тут пистолеты, причем даже вколачивают дальше торпы. Не ганом. Ну, это бред какой-то. 10-9. Фнатики решили... Еще вдвойне брешь, сейчас никто не контролил вилку. То есть, Трейс смотрит... Три человека в живых, и никто не смотрит вилку. Трейс еще и спиной стоял. Странные люди. Смотрим за дрифтингом. В принципе, может быть, он и потащит. Один в три. Кэш-террор вряд ли дадут ему сделать, потому что один наверху. То есть, ребята прекрасно понимают. Причем, еще оба за цистерной. Вряд ли дрифтинг ожидает, что их там двое. То есть, все такие, как клоуны какие-то за этой штукой. То один выяснится другой, и непоятно, один или тот же-то или нет. В общем, забавно смотрится. А тем временем раунд-то за командой Fnatic. Отдача у испанцев пистолеты. Есть две флешки в агуйле. Агуйла. Всем что-то хочется сказать агуйля. Почему тут я не... А, не знаю, в чем дело. Не представляю. Ну, испанцы попытались угадать с направлением атаки. Подумали, что ребята будут пойти вниз. Причем, видите, они в принципе... В принципе, угадывают. Мы видим, что... Вот у нас, видите, проходят и на рампы ребята. И такой сплит у них получится. И сейчас их это орава людей встретит. Причем встретит, может быть, даже очень жестко. Пистолеты очень неплохие. F-250 шикарное оружие. Очень имбовое. Ни раз мы увидели, как брали садачи с этим оружием в руках. О, минус гост. Но вот не в этом раунде. Не сегодня. Not now. Not now. Остается вис. Один в пять. Тоже с пистолетом. Пожелаем ему удачи. И это 10-10. Да, именно так. 10-10. Счет сравняется. Через секунд 10, я думаю, тоже. Вот перед смертью вис у нас одного забирает. Не так уж плохо. И ждем о закупочке, которая будет у нас прямо сейчас. Деньги есть на ВП. Посмотрим, купит ли кто-нибудь. Не помню, к сожалению, кто сыграет с ВП. Но вот в этом раунде никто. Видимо, у них другие тактики. Другие задумки. Потому что денег на ВП было аж у двух человек. Так что дропы могли бы дать спокойно кому-то. Просто ребята решили играть с М-очками. И улицу, соответственно, с ВП не держать. Ну, может быть и правильно. Посмотрим, что есть вис сделает на улице. Если АВП стабильно штампует фраги. Очень удобно. Там делают минуса. Если серверы там, не знаю, залашились и не дали дыма. Но сейчас дым у нас есть. Еще и вис очень плохо зажимает. Не ожидал он, что кто-то есть на мейне. Ждал он улицу. И спокойно проходит вниз. Еще и мейн прошивает. Бедомо прямо. Контра зашугали. Второпоразмен неплохо. Ой, хорошо поймал. Тайминг, дрифтинг. Три в три. Ой, четыре в три даже. Контриль в большинстве. Остается бомба. Занят у нас аквариум очень хорошо. Трифтинг сейчас делает минус риттер. Если не закосячат. Ну, размин хорошо. Хоть что там. Два в три. Сайпекс у нас. Ой, хорошо минусует. Фриз в кишках. Сейчас дает спину. Ну, не спина. Просто, наверное, вряд ли вас ждать будет скишок. Мне кажется, вас ждает откуда-нибудь там с тоннеля. Вот ведь, да. Дрифтинг смотрит просто вот сюда, ждет. Ну, нет, все, есть инфа и не знаю, что сделал Фриз, что он там сидел, все делал и просто решил остаться там или хрешка таким, к сожалению, смотрел за дрифтингом. Один здесь, здесь снова бюрт раунд, снова инициатива у них в руках. Пять матч-поинтов, шесть в Фнадик. И снова без АВП. Играют у нас испанцы. Халдом раунд. Вот, холодят нас на очки на 0М. Вот, наконец-то, пошел у нас выход на верхний плейн. Дали им флешки сверху, сверху крыши. Причем заходит очень хорошо. Джокер, кстати, открываю, еще два минуса делают. Айгулы пытаются уравнять. Улитры мало хпн, 16. И давайте посмотрим, что уже контры в этой ситуации сделают. Айгулы у нас вот дают флешки, чтобы могли, ребят, под них ворваться. Ну, вису далеко, еще до врывания. А вот Гост, это уже здесь находится. Вот, я вообще не понимаю, где он. А, это на рапах вообще. Прошел в радио. Пытается поймать от кого-то из терроров. Ну, вот, сейчас поймают. Вбок. Да, что-то контролил здесь. Ой-ой-ой. Каким-то рандомом зацепил он сейчас трейсом. Был, по-моему, как раз на будке. Но, в любом случае, в такой ситуации его делать ничего не дали бы. Никак вообще. 11-11. У нас такие качельки. То одна команда возьмет раунд, то другая. Другая догонит третий и так далее. Не удивлюсь, если итоговый счет будет где-нибудь 16-13. В пользу Фнатик, наверное. Снова медленный раунд. Снова холд на нуле. Джокер ждет аркаду. Риттер тоже ждет аркаду. Ну, в принципе, питается про чек, если что-то. Заходят тоже остальные два. И на крыше никого нет, кроме вот Фриса. Я не верю, что он будет выполнять роль раскидчика. Хотя сейчас, нет, да. Уходит обратно на крышу и будет делать... Нет, даже раскидку он не будет делать. Просто идет к своим тиммейтам. И будет заход, судя по всему, под рампы. Да. Ну, тут, конечно, не нужно делать раскидку у ребят из отдачи. И против отдачи тоже можно спокойно выйти. Причем, ребят, угадывается на прямой атаке. Видели, отдача была сконцентрирована на аплейнте. Ребята расселись, засаду устроили, но не купились у нас фнастики. Зашли на рампы, зашли вниз. Никого нету, даже удивляются, наверное. Где же все? А, в итоге все вверху так и сидят. Все еще даже не верят, что... Ну, тут же бомба даже ставится. Пора бежать, пора бежать. Эфис атаковать, отбивать. Ганы. Хотя бы они несколько... А то и раунд брать. Ну, это гуглоперед смерть делает минус. Еще один минус. Очень неплохо. Даже третий сделает. Но не очень мало хп, не дают ему что сделать. И это 12-11 в пользу фнатиков. Эх. Бедная Asos. Жаль, что игра ничего не решает в турнирной ситуации. Если бы они были повыше, мне кажется, что грызня была бы гораздо сильнее. И мы бы вели вот не такие вот, как вот текущие некоторые раунды, а прямо врывы очень жесткие. Все-таки, когда ты понимаешь, что твоя игра ничего не решает, то мотивации немножко меньше. Даете дым против девятки. Фриз занимает мейн. Даете дым в ангар. И, ребята, вы проходите вниз по улице. Тут встречают их уже торпы сразу же. Причем встречают в упоре. На этот раз он не ошибается, как в прошлой, где он прям ворвался к ним. В стиле привет, ребята. Тут он все проконтролил. Правда, террор у нас вниз идти не собирается. Они у нас прошли, видимо, под 9. И будет атака с плитом на рампы. Кто-то будет идти с под девятки, кто-то будет идти с радио. В этот раз еще надо убить Айгулу. Потому что он на девятке и просто так противникому не даст. Я полагаю, минус торпа. Подсадочку решили сделать у нас террора на девятке. Вот, подсадили одного чуть повыше. Пытается, он поймает на девятке. А вот он вот замечательно. Ой-ой-ой. Там еще решил залезть, кто-то под 9. Помешал даже на них с Апексу. Возник на мониторе другой террор. Свой же. Но, опять же, ситуация очень хорошая для фнатик. 4 в 3. Вот, весь у нас на улице должен проконтролить чувака. Зажим, зажим, зажим. Вот что за зажимы, а? Был бы это гитрайт, он бы просто вот две пульки в голову выпустил. И все. И не стало бы противника. Но вот, видите, команда другого уровня. Поэтому тут вот можно наблюдать такие вещи, как зажимы в тело на 5 секунд, не знаю, и все патроны мимо. В итоге остается iGoogle, один стрим. От iGoogle можно было бы ожидать чего-то более интересного. Он хорошо стреляет, действительно, но он решил просто сесть, задефузить, и в итоге отваливается. 13-11, и вот теперь уже пора бы просыпаться, потому что 3 раунда. У них с деньгами все плохо? Нет, что у них там? Да, все плохо. 27-28, ну, в таких ситуациях делаются либо волевые бай, то есть какие-нибудь там, не знаю, фамасы, диглы, имба-диглы. Кстати, вот еще ни одного дигла ни у кого в руках нет. А, там же они решили не играть. Да-да-да, я помню. Пока диглы у нас не пофиксили. А, нет, их же пофиксили. В общем, не знаю, почему-то никто диглы не берет. Сейчас они ослабили их, плюс у них там такая тряска после выстрелов. Видимо, не считается лицеобразным. Потому что очень довольно сложно стало стрелять. Раньше было лучше. Лучше убрать эту тряску с экрана. Мог бы даже сделать, я не знаю. Отдается контри. Ждем еще до 14-11, где потом будет либо камбэк от испанцев, ну, либо фанатики просто добьют эту игру, и мы увидим счет в стиле 16-11, 16-12 максимум. Ох, неплохой минус от веса. Отдается трейс, занимается верхний плейн, ставится бомба. Джокер у нас стреляет. Не знаю, Джокер не понимает, у него простреливают. Да, простреливают с улицы. Как вы знаете, пистолеты в этой версии Контерстека простреливают. Если в 1.6 они не простреливают, то здесь вот... Ой-ой-ой, запрыгивают. Тоже сделали. Контрепотаду, что он... Как террора в одном из прошлых раундов. И сейчас эта отдача может обернуться просто крахом для Фнатик, потому что... Айпекс, ой, неплохо, минус от триса, и 2 в 2. Минус от триса, еще один. И третий будет. Или не будет. Ну, тут главное не высовываться, бомба-то тихая. Да, все хорошо, Фнатики берут. Я уже спугался, потому что я сейчас... Тут были готовы брать раунд. Из-за дачи, причем, из-за дачи. Не особо хорошая отдача, у них не было, по-моему, там P-250. Если было, то 1-2 штучки, не больше. В основном были P-2000, чем... Не такие имбовые. И в итоге вот, наконец-то, видимо, мы АВП у Висом. Спустя столько раундов, решил, видимо Сыграть с этим грозным оружием Мне кажется, давно пора, на самом деле Потому что по улице частенько проходят люди Вы видели, например, за первую сторону Очень много минусов от виса Ой, от фриса От фриса много минусов было на улице Именно с АВП Ой, нет, он еще идет Он не улицу контроля, это боже Он начнет играть очень рискованно То есть прочекать будку Если бы кто-то вышел в окошко Ну, теперь уходит по 9 В принципе, ему пока повезло, его никто не убил еще никаким образом Пытается он зарандомить в дым Не получается и идет перетяжка вниз Причем пытается прочитать игру вис У нас пытается он проконтролить еще Выходить с рампов с нуля То есть мы же видим, что это один из выходов Когда ребята проходят по улице под 9 И двое еще выходят с радио Получается такой сплит на рампы с двух сторон Но в этом рампе у нас этого нету Так что зря там вис тратил время Он уходит на 9 И что же у нас делают фанатики? Они тут очень долго никуда не выходят Фриз вообще стоит, ждет кого-то здесь около мейна Перетяжечку А трейдс внизу Сапекс О, они даже еще не прошли вниз Они даже не собираются, видимо, или что? Нет, собираются Там уже Джокер стреляется Ждут ребята минуса Джокера, на двое прошли Тиммейт здесь тоже есть его Крайца дыма, ну теперь можно спокойно ставить бомбу Одна кишка просто заблокирована Если ничего не сделать Жесткий минус, а что творится? Даже я не понял Откуда убивают людей? Видимо там Сзади зашел кто-то вис плюс А тут свык-пл убивает Просто непонятно Скишок, судя по всему, через дым И не только И раунд за командой Асос Ну там у ребят из Фанатика еще денег очень много Десять тысячу фриса Семь с половиной ксапекс В общем, у них еще раунд должен закупчики будет Но теперь Испанцам делать только камбэк Два мать по этому удачан Дается у нас молот в будку Риттер тут выгарает риттер И подбивает его Лагает, вылагает БУТВ Жизнь какая просто Покадрово перемещается Ничего не понятно Вис разошелся с АВП И ксапекс Фриз И промах обидно Перевел, кто-то представил непонятно куда Вообще на стенку Два в два Причем, прошу заметить, что Вис Вот Отыгрывается с ВП очень неплохо И неясно, почему действительно Всю игру не брала ВП Деньги были Деньги были у контров С ВП он стоял реально неплохо Мы уже видели в предыдущем раунде Там два или минус у него, по-моему, были Здесь он тоже Что-то там пытался сделать В общем, игрок-то неплохой Здесь в контров, да Прямо все Есть все для того, чтобы брать раунд Брать раунды с таким оружием А он почему-то решил его не брать Играть с М-кой И ничего хорошего мы этого не увидели В итоге это 15 раунд за Фнатиками Поздравляем их Один матч-поинт Ничья уже есть точно Ну и, соответственно Либо это Один из победных раундов от Фнатик Либо сейчас Эсис Сосредоточится и Выбит игру на овертаймы Больше вариантов нету С деньгами у Эсис беда У твоих ФАМАС Раскидка есть более-менее у всех Да, у Эсис тоже ФАМАС Ну, ФАМАС-то здесь тоже неплох Так что не шибко Плохая закупка Минус от дрифтинга Эсис решили сыграть очень-очень рискованно То есть в последнем раунде Казалось бы, ребята должны сидеть Чуть-тише воды ниже травы Играть максимально осторожно Максимально аккуратно Потому что каждое Просто движение неправильно Но приводит к тому, что тебя минусует И раунд берется Но ребята решили сыграть наоборот совершенно Просто за Аркадий Тупо 0 Убили одного и отошли Все правильно Очень неплохо получилось Фнатиков это, видимо, даже Ошарашил Они так прямо стоят Боятся что-то сделать Джокер вот нас потихонечку Придет кодым просеет Что может было пройти Вот пытаются Ой-ой-ой-ой-ой Минус от дрифтинга Хорошо, второй минус в этом раунде уже И 4 в 3 Занимается рампы Литр все еще ждет Что кто-то зовет в будку И он его отрежет Но нет, это не происходит Вп у фриса Фрис причем заходит в мейн Его тут контролят Плохо контролят Минус от фриса Очень неплохо Три в три Три в три Ситуация у нас Примернулась снова С ног на голову Ой, сейчас заметил Фрис Ствол оружия И это один в три Похоже, что это Джи Джи Похоже, что это ГГ Гуд гейм И Да, а гугла Дрифтинг Гост И торпы Со мной согласны Причем так все Написали Не одновременно Но прям по очереди Манерно очень Но торпы Делает минус Минус один Дает флэш Сам, по-моему, слепой Что он так стоит-то Ждет-то Один и два Но бомба Стикой Дается хаешка Дается совершенно не то, Аква нужно И фриз Раунд Этот завершает Шнав 12 Поздравляем Поздравляем И команду Фанатик с победой У них теперь Заветных Заветных Пятнадцать очков И они Сравнялись С Найфакултем Молодцы Но толка, опять же, мало Они в плей-офф Уже не выйдут В любом случае Неплохо они отыграли Были у них и фейлы И ошибки Ну и нормальные Вечи мы тоже от них увидели А на этом на сегодня все Больше матча нету К сожалению Должен был быть матч в 11 Должен был быть матч в час Но их оба перенесли Поэтому на сегодня Вот только единственный этот матч И то подошел к концу Поэтому я с вами прощаюсь Потихонечку Желаю всем спокойной ночи Пора боже Идти спать Субтитры сделал DimaTorzok